ребята а вы знаете к чему ведет домашка вот какой такая цель домашки вы думаете цель домашки это сделать прогресс урока да то есть если я вижу домашку и она правильно разработана то наш урок который будет во вторник пройдет вот по такому плану потому что это уже сделано это уже подучина теперь может делать это да это принципе как бы маленькая цель которая на поверхности лежит и конечно она очевидна вы дали задание проработав у на уроке она продолжала свариться в течение там следующих трех дней или там недели как он болел не болел у меня недели у вас три дня а потом в следующий урок вы уже видите что урок готов потому что левый уже хорошо играет про это и в следующий урок готов да у вас план урока быстрее развивается потому что он приходит занимался мы же не знаем что было где был кто что ел где спал да а то уже понятно да и вы можете более продуктивно планировать следующее занятие но это маленькая цель который лежит на поверхности который легко допустим достижима и как бы в этом плане не надо быть наполеону чтобы завоевать москву я хочу сказать о другой цели которая как бы long term которая пока не видно она за горами но она придет если вторник-пятница вторник-пятница или там вторник-вторник-вторник будет именно по этой системе работать то мы ведем ученика к самостоятельности к тому чему мы сами в своей жизни принципе не пришли потому что наш педагог постоянно стоял рядом он постоянно говорит во вторник будем заниматься тяги зубом заниматься наша цель ребята не не в каждом произведении сидеть и учить его мамы а научить видеть ноты потому что в нотах все есть нотах стоит диез нотах стоит палец нотах стоит легатой если вот ко мне подходит мой сын и говорит мама и где стакаты я рюмут у меня глаза видит стакаты твои глаза видит стаката давида почему они не видят изначально что-то я им даже один раз говорю придумал там не знаю ядовая день там волшебную шапочку и ты будешь видеть то же самое что я или там где-то очки взять солнечные все у тебя теперь глаза все видишь что учитель то есть я ничего не при от себя вика разума не ставит в нотах диез не ставит но так ты не ставит нотах педаль все стоит вы говорите дистанционка не работает у вас проблема даже не то что дистанционка не работает у вас навыков нет ученика у него он не знает что педаль нужно менять пример зацепив ноту поднять педаль поменять до этого всего не сделано я не слышу было вообще научили делать то что в первом классе какие-то вещи во втором классе какие-то вещи 3 почему он пришел к дебюсе он не ставит меня педаль у него был учитель предыдущие 6 лет понимаете мы мы смотрим на ученика что он блайн что он ничего не видит и мы за него говорим гриша там на второй строчке тебе ты не меняешь педаль либо он как бетховен глухой он слышит только вибрацию но понимаете у вас перед вами глухой и слепой еще главное не мой человек потому ученик потому что он еще с вами не разговаривает у него уже нечего сказать у него в мошке какой-то страшила знаете или или там железный дровосек это тошка страшила помните в голове солома ну и о чем у не ученика же нечем думать ему говорить не о чем просто сказали сделать сказали сделать сказали отжался все понимаете вам когда вы даете домашку вы даете ему право увидите своими собственными глазами взять карандашик подчеркнуть там what's what you еще вещь о я вижу там хотим почерпни а что ты еще видишь о связи с варцанда о я вижу стакаты но пусть он сам это все увидит хвалить его не за то что сделал правильно за то что он увидел сам за это хвалите вы подумайте ведь вы вырастите вот вы дерево да и рядом с вами рядом с вами должно вырастить такое же дерево пусть ему там будет 8 9 10 но он будет с вами таким же деревом вы будете с ним наравне разговаривать чем он будет все ему так вот на эти вот вы а вы это он это вот первый класс это вы это он это третий класс это вы это он училище это вы это он он с ним будет маленьким он никогда не почувствовал он знает столько же сколько вы могу вы можете может быть ему историю рассказать из жизни может быть как-то там фразу прогнуть шире что-то вы сделаете такое волшебное что ему не пришло в голову но послушайте если он разбирает ноты зачем вы свои руки ключит на пенинг его зачем вы кладите свои зачем вообще у инструмента сидите подходите к инструменту в каких-то экстренных случаях ну просто вот как будто дайте пожар и вы идете к инструменту не подходите к нему вообще ваши руки руки ему не нужны у него есть свои руки которые он и и их то что вы положите руки на клавишу не значит он поймет где его руки класть ваши руки-то ваши руки вашей клавиатуры это ваш квадрат ему уже по-прежнему разобраться со своими руками. В дистанционке нет никакого контакта. Вы не можете руку положить сюда. Поэтому учить его понимать. Просто понимать. Вы можете стоять на кухне, вы можете сидеть на пляже, вы можете там, вот я сижу на кресле. Вот у меня кресло. Я не могу 6 часов сидеть на стуле. Я не могу, у меня спина сорвется. Я не хочу даже секунды привести uncomfortable. Я подойду, я сыграю, я сяду обратно. Приучайте к ученику вот с маленьких твор, чтобы он сам все понимал. Это вы ему забили голову, что вы должны его слышать, должны его видеть, ноги видеть, руки видеть. А что вы из него инвалиды делаете? Ну как так вообще? Почему мы без конца и в 8, и в 10 лет, вы постоянно должны все слышать? Пропал звук, пропал звук. Ну и что? Он же в это время был взрослым человеком. Он все понял, что он свою ошибку-то увидел. Вы тоже сами можете сказать, что было неправильно. Ну точно так же. Понимаете? Вам же главное не найти эти ошибки и не затолкать ему в рот, чтобы он дышать не мог, а чтобы он сам увидел свои ошибки. Пусть даже он увидит каждую десятую, каждую восьмую, какую-то сам увидит. А потом он седьмую увидит, потом он шестую, потом он первую увидит. Он должен начать сам копаться в своих ошибках. Сидите, молчите. Задавайте какие-то наводящие вопросы. Мне говорят, так, Артем, опять двумя руками, опять не получилось. Ну скажи, а какая стратегия у тебя? Вот ты сейчас играл, да? Ну там, что не получилось? Какая стратегия? Ну пусть он сам себе стратегия, пусть он сам себе получит. А вы сидите, молчите. Может быть там сказать, очень удачно, удачно. Я даже возьму твой способ, попробую сделать с Мариной. Мне понравилось. А как еще, ты думаешь, можно сделать? Ну вот, понимаете, есть вещи поставить, где он у руля, он главный. Но потом скажи, а ты знаешь, что ты там восьмушку не поднял руку, ты играл, вот как будто и восьмушке не было. Ну не знаю. Ну и, конечно, мелочь, ты столько уже всего проделал сам. Ты растешь на мои глаза. Какая-то мелочь там маленькая осталась. Ну ты знаешь, восьмушка может быть и мелочь, но с другой стороны это вздох. Вот ты представь, что я скажу, не дыши там 30 секунд. Тебе, может быть, это не понравится. Потому что мы дышим, когда нам хочется. Поэтому в музыке тоже дыхание не должно прерываться. Ну, как бы, знаете, море комплиментов, небольшая прогиб и опять же море комплиментов, чтобы он продолжал в себя верить. Вы думаете не про вторник, что у вас вторник продуманный благодаря этой дымашке. Вы думаете, что через короткое, намного короче времени. Не нужно думать про то, что он в 23 года закончится университет. Он в конце года, он уже может без вас разбирать пес. Без вас считать. Без вас найти куда. Вы не подходите к инструменту вообще. Он уже не маленький, он не сосунок. Он может. Вот за что вам должны родиться деньги платить. Не за то, что вы руками показываете, а за то, что вы научили, как разбирать произведение. Вы научили, как, или, грубо говоря, даже если он разобрал произведение, да, и вы продолжаете не подходить к инструменту, что он не знает, как это произведение должно звучать. Давайте в YouTube. там, 6. Вот выходишь, не знаю, бабочка, не знаю, Денисова. Там, нуля, опять бабочек Денисов выйдет в YouTube. Пусть послушает, чем отличаются бабочки. Это, может быть, играет в замедленном темпе, это, может быть, играет в супер-классном темпе, это, может быть, тяжеловато-лево. Чтобы он как-то проанализировал, какая бабочка ему понравится, а потом еще сделал свою бабочку. Не обязательно копировать именно вас. Вот вы сыграли, и он как вы. Опять вы сыграли, вы как вы. В мире столько бабочек летает, неужели нужно обязательно играть, как вы? Ты говорю, не сидите у инструмента. Скажи, иди послушай, как играют бабочки. Потом послушаешь и меня, я тоже сыграю, а потом я тебя послушаю. Сделаем разнообразный мир. Бабочки с разными крылышками. Поэтому вы думаете не то, что о вторнике, и вы думаете, что вы идете к тому, что вы строите новое поколение музыкантов, которые отрываются от вас намного быстрее, чем мы отрывались от своих педагогов. И дай бог им играть дальше, потому что, что вот я, с чем я столкнулась, как только мы заканчиваем наши вузы, мы закрываем наши сборники. Максимум, что мы делаем, мы их открываем, когда мы играем на отчетных концертах, или когда мы играем на концклассе, либо там, я не знаю, там какой-то ивент, там заплатили деньги. Но мы их не открываем, потому что у нас больше нету этого стимула заниматься. Потому что нам поговорили, сделай ко вторнику это, сделай ко пятницу это, все. А мы учим так, чтобы у него самостоятельно была жажда к знаниям, любознательность. самостоятельно, без постоянной подкормки учителя. Поэтому домашка и больше и больше отпускаем ученика. Старабат. Все.